Особое мнение на 101FM Обсуждалось утверждение двух кандидатов на места заместителей сети-менеджера города Ильи Шульгина. И нам очень интересно обсудить итоги этой комиссии. Ну, во-первых, надо сказать, что что происходило? Выдвигалось две персоны на заместителей сети-менеджера. На первого заместителя выдвигался Геннадий Плехов. Он будет, предполагалось, что он должен заниматься хозяйством всего города Кирова. Прошла кандидатура? Мы начнем с другого. Вот подождите, тогда я договорю. Значит, Геннадий Плехов и второй кандидат Виктор Задворных предполагалось, что он должен занять место человека, вновь организуемая такая должность, которая занимается информационной безопасностью и взаимоотношения с федеральными ведомствами. У меня была информация, что такой должности не было до этого. Ошибочная? Ошибочная. Так, давайте разбираться. Все, что сказано мной в эфире, является моим оценочным обсуждением. Да, принято. А теперь мы приступим к основному. Давайте. Значит, по комиссии, которая сегодня проходила, выдвигалась кандидатура на рассмотрение первого зама господина Плехова. Функционал у этой должности изменен. Сейчас вопросы, которые остаются за первым замом, это вопросы благоустройства ЖКХ и контроль работы территориальных управлений. То есть он миминизирован. Но задачи там достаточно и вопросы очень серьезные, важные для населения, вообще для всего муниципалитета. А раньше полномочий были больше у первого зама. Да, они намного больше были. Я могу вам сейчас, наверное, все перечислить, но вопросов в несколько раз больше было. Теперь сократили. Теперь сократили. А в связи с чем? Какое обоснование? Ну, для того, чтобы сделать упор на эти больные вопросы, которые существуют в нашем городе. И чтобы Плехов этими вопросами только этими в основном и занимался. Ну, и он будет при отсутствии главы города будет исполнять его обязанности. Главы администрации, извините. Так. Теперь по второй кандидатуре. Значит, должность заместителя у муниципалитета была, но она позиционировалась, так как там все замы не прописаны были по функционалу, а просто зам. То подразумевалось, что первоначально, что важен должность зама по инвестициям. Там попробовали себя одна кандидатура, которая неуспешно закончила. Вторая кандидатура... Мы уже даже не помним фамилию. Нет, я помню хорошо. Это господин Карпинский. Карпинский. Он уехал. Да, он уехал. Товарищ из Сочи был. Да. Госпожа Ляпунова тоже как-то не утвердилась на эту должность. И вот сейчас во время уже, к сожалению, только доклада Лея Вячеславовича мы узнали, какой функционал будет у нового зама. То есть он изменен. Это не зам по инвестициям. Господин Задворных намечалось, что будет курировать вопросы информационной безопасности, контакты со всеми представительскими органами федеральных властей, муниципальных и контроль вопросов, связанных с выполнением госзаказов и выполнения национальных проектов на территории муниципального образования. То есть некая КСП в рядах администрации. Контрольная счетная палата. Ну да. Да, КСП. И вот когда был оглашен функционал вот этой новой, не новой должности, должность-то она была, в рамках вот освободившейся должности, у депутата возникли вопросы. Логично. Можно? Я вот сейчас просто зашла на сайт администрации, и там вот две вот эти вакансии там висят. Значит, замглавы администрации, о которой мы сейчас говорим, которой должность освободилась, он раньше координировал вопросы эффективного владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом. Раз. Сейчас это убирается. Дальше обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества. Дальше формирование, разработка, реализация инвест-политики тоже убирается. Это все уходит сейчас под зама по финансам. Вот это все убирается к заму по финансам, которые действующие. Да, конечно. То есть практически все, что было вот в этой должности... Ну, не все. Ну, вот все, инвестиционные ресурсы практически... В этой части, да, конечно. Больше вот это все убирается к заму по финансам. Да. И новая все-таки получается абсолютно должность, потому что полностью новый функционал, то, что вы говорите, такого вот не было в этой должности. Конечно. Функционал, новая должность, она была. Ну, как название, заместить. А так-то вообще все было. Количество замов, оно как бы не увеличилось. Вот поэтому, соответственно, возникли вопросы у депутатов, на которые, к сожалению, кандидат на эту должность ответить не мог. За него отвечал Илья Вячеславович. А кандидат Виктор Анатольевич Задворных. Да. Бывший военком, нынешний руководитель спецпроекта в администрации. Да, ну, то есть это мобилизационный проект. Что такое мобилизационный проект? Это организация, мобилизация населения в случае каких-то действий. Военно-обязанных. Да, военно-обязанных, конечно. И там еще были вопросы секретности. Да, гостайны. Ну, да, гостайны, соблюдения и все остальное. Поэтому мы были удивлены, что сможет ли господин Задворных выполнять эту функцию. Нацпроекты, безопасность и так далее. Я задал вопрос, какие вы проблемы увидите в информационной безопасности, разный ваш новый функциал, и методы, и способы их решения. Логично. К сожалению, кандидат не смог отвечать на этот вопрос, и за него отвечал Илья Вячеславович. Что сказал Илья Вячеславович? Что вот в рамках заместителя господину Задворных придется решать вопросы информационной безопасности. Вот мы сегодня пытались обсуждать этот вопрос тоже в программе «Особое мнение» с Игорем Панкратовым. Я спрашивала про информационную безопасность. Он предположил, предположил, что, возможно, значит, эта должность и ее будущий исполнитель должен заниматься информационными программами, документоборот, который должен быть защищен и так далее. Это не имеет отношения к СМИ? Нет, это имеет отношения к СМИ, в том числе и к СМИ. Но в основном это, конечно, касается документоборота, различных работ сайтов администрации. И, собственно, самих чиновников, которые должны хранить некую тайну. Да, совершенно верно. Ну, как-то вот тяжело было кандидату на это ответить, поэтому возникли два предложения. Одно было утвердить его на этой должности, другое – перенести утверждение этой должности на более поздний период, когда кандидат сможет выступить с пониманием своего функционала и способом решения тех задач, которые перед ним поставлены руководителем города. Правильно я вас понимаю, что возникли сомнения в том, что кандидат осознает, чем он собирается? Ну, можно так сказать. А к самому функционалу не возникли вопросы? К самому функционалу нет. Тоже возникали вопросы во время обсуждения, потому что мы понимали, депутаты говорили о том, что некие части вопросов сейчас, они же есть у других замов, у других структур. То есть есть специальная служба по контролю за выполнением закупок и так далее и тому подобное. Но Илья Вячеславович доставил на том, что этот человек скоординирует работу всех служб, поднимет ее на более высокий уровень, что там есть проблема в этом вопросе. Какая проблема? Ну, к сожалению, мы не знаем. Чиновники распространяются насчет гостайны или что? Ну, нет. Там вопросы коррупции ставились тоже, в том числе в его функционале. Считалось, что этот кандидат сможет этот функционал очень хорошо и качественно выполнять. Но он не смог ничего сказать по поводу того, как он собирается. Да, он сам не мог. Я даже пошутил, говорю, конечно, если бы это отвечал депутат, на вопрос ответ был другой, то это было бы нормально звучало. Но с уст чиновника это звучит как-то не очень хорошо. Вот поэтому я тоже не голосовал. А как обосновывали чиновники, в частности Илья Шульгин, выдвигаемую кандидатуру? Ну, вот как они ее... Каковы были обоснования, что именно этот человек, Виктор Задворных, должен ее занять? Ну, что мы не все знаем, что он очень качественно выполняет работу на своем рабочем месте. А тайна есть тайна. Да, что он человек непубличный. И поэтому вот хороший человек, который знает, как дальше все исправить. Не убедили комиссию? Комиссию, к сожалению, не убедили. Что это значит теперь? По конкретной кандидатуре, конкретной должности? По конкретной... Нет. По должности она как была, так и остается. По конкретной кандидатуре было предложение, за которое проголосовали. Отложить рассмотрение. Илья Вячеславович вправе или вновь выставить эту же кандидатуру с проработкой вопросов, которые депутаты задали, как было предложено, или заменить кандидатуру. Насколько отсрочили решение этого вопроса? Да, это не оговаривалось вообще. Ну, до следующей думы это минимум до сентября. Это до минимума до сентября. Сколько зарабатывает заместитель сети менеджера? К сожалению, я не владею. Неужели депутаты не знают, сколько зарабатывает сети менеджер, сколько зарабатывают замы? Ну, вот приходит кандидат на должность заместителя главы. С зарплатой сколько десятков тысяч? Ну, вот мы же, если, Илья Вячеславович, понятно, мы декларацию видим, да? Да. То замов, я как-то не помню декларацию, они заполняют их или нет? Я не обратил внимания на это. Ну, думаю, что это, наверное, ну, где-то в районе больше, чем 100 тысяч рублей, наверное. Ну, вот приходит человек на зарплату больше, чем 100 тысяч, приходит на комиссию к депутатам городской думы и не может ничего сказать о том, чем он собирается заниматься на новой должности. Все засекречено, тайно, гостайно. Все гостайно, да. Ну, я думаю, что депутаты разберутся в этом вопросе. Отсрочили. Хорошо. Хорошо. Что касается Геннадия Плехова, здесь вопросов не возникло. Возник вопрос единственный, кто будет замещать Геннадия Плехова в районе. В Нововятском. Да, в Нововятском. Ну, как Геннадий и Илья Вячеславович подтвердили, что там очень хороший, сформированный давно работающий коллектив и достойная замена Илья Вячеславовича будет найдена в ближайшее время. Ну, сейчас его зам считается исполняющим обязанности. Ну, скорее всего, я думаю, что его твердят кандидатуру, будет уже выносить господин Плехов, потому что это его функционал. Начальники территориальных управлений будут в прямом починить. У меня еще есть один вопрос по этой теме, но его уже нужно будет осветить после короткого перерыва. Вопрос следующий. Мы видим, что люди, которые приходят на должности заместителей, например, сети-менеджера из других регионов, довольно короткий срок здесь работают. Кто-то до года держится, кто-то чуть больше одного года и уходит. Вот это первые два назначения практически, предложения из внутренних резервов, что называется. Что это значит? Тренд меняется? На что это такая реакция? Почему уходят иногородние служащие? И почему ликвидировали должность зама по инвестициям, на которую такую большую ставку сделали? Об этом поговорим после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Кировской городской думы Юрий Шлемензон. Мы продолжаем разговаривать о чиновниках городской администрации. Мы видим два предложения, и практически одно из них принято уже депутатами. Это предложение на должности заместителя в сети-менеджерах. На комиссиях. На комиссиях, да. Геннадий Плехов, которого предлагают на должность первого зама сети-менеджера Ильи Шульгина, прошёл комиссию с успехом, и он будет выдвинут на Думу. Будет рассмотреть на заседание очередное. И, скорее всего, его утвердят. Его утвердят. Геннадий Иванович, известный чиновник. И действительно, то, что вы говорили, команда... Ну да, тут же были представители всех фракций. Работает в Нововятске, она известна хорошо. Он, кстати говоря, довольно открытый. И вот когда он приходил к нам в студию, всё чётко знал по своему хозяйству. Нет, он хозяйственник хороший. Что касается Виктора Задворных, то его задвинули чуть-чуть, отодвинули, так скажем, до следующей комиссии, потому что кандидат не смог рассказать, чем он собирается заниматься на должности заместителя сети-менеджера. Посмотрим, что он скажет через месяц на следующей комиссии. Я до перерыва задавала вопрос. Что это такое? Мы видим, что вот на должности замов теперь выдвигается кандидату из внутренних резервов. Прежние люди, которые занимали эти должности, господин Ященко и господин Карпинский, они уехали. Один, по-моему, не отработав и года, и так и не представив программу по инвестиционному климату в городе Кирове, господин Карпинский из Сочи. А второй, Ященко, чуть больше года, по-моему, он отработал в качестве первого зама и тоже покинул свою должность. Что это такое? Почему перестали приглашать иногородних специалистов с большим опытом? И почему посмотрели на внутренние резервы? И почему ликвидировали должность зама по инвестициям? Ну, она, должность зама не ликвидирована. По инвестициям, я уточняю. Она передана в другой функционал, не факт, что это... Ну, Сергей Игоревич Кашкаров, судя по всему, должен заниматься сейчас этим. Я думаю, что были депутаты, ставили в укор Илья Вячеславовича, что местные кадры не привлекаются. Я думаю, он услышал депутата, а об этом он сегодня и сказал. О том, что вот я же... Ваши пожелания и просьбы выполнения, но вы вот себя немножко не так ведете, как я рассчитывал. Я думаю, что была... Ну, это не ошибка, а просто недоработка. Если бы вопрос до внесения на комиссию прорабатывался с депутатами или на фракциях, то депутаты бы имели большую информацию, а не ту, которую мы услышали только на комиссии. И вопрос утверждения зама, он бы немножко в другой плоскости рассматривался. Это что касается задворных, вы сейчас говорите? Да, то, что касается задворных. Ну, то, что привлекаются местные кадры, это хорошо. Но я не говорю о том, что не могут не привлекаться иногородние. Если этот человек-специалист достаточно высокого уровня, так почему не работать здесь, в Кирове, и делать хорошо для нас? Я вот никак... Для меня это не препятствие, по крайней мере, в понимании о том, что приезжий специалист будет работать на какой-то должности. То, что не всех все удавалось, ну да, наш регион, наверное, достаточно непростой. Сложно программу по инвестициям составить? Да. Да? Я думаю, что да, реально очень сложно. Потому что инвестиционный климат в регионе, он такой... Он в стране-то не особо благоприятствует, а в регион, который находится в некой стагнации, хотя по отдельным частям производства молока или еще есть прорывы, там, в лесной отрасли. Это регион, а мы о городе сейчас говорим. Ну, это не так просто. Вообще... Не рвутся в Киров инвестировать люди? Ну да, они, честно говоря, во многие города уже давно никто не рвется. И поэтому это достаточно тяжелый вопрос. И тот, кто для себя это смог бы возложить, это достаточно большую смелость надо иметь в нынешней ситуации, которая происходит в экономике как города, так и страны. Продолжаем программу «Особое мнение». Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы, высказывает его сегодня. А вы, кстати, Юрий Львович, по вашему округу, 14-му, в который входит ДСК, Коминтерн, Сидоровка, Гнусино... От Коминтерн, Сидоровки до Гнусино. Ну вот все, что в Заречной части, вот туда... Да, это, наверное, по протяженности один из самых больших округов. Это ваш участок, да. Как-то, вы знаете, заходишь на сайт Кировской городской думы, и в новостной ленте особо ничего не видишь. И не только по вашей деятельности, и по вашему округу. А вообще, по тому, что делают депутаты в своих округах, ничего не видно. В основном новостная лента состоит, не в основном, практически 100%, но 99, ну окей, 92. Новостная лента состоит из освещения деятельности председателя городской думы, Елены Васильевны Ковалевой. Вот что не новость, то Елена Васильевна побывала здесь, побывала там, тут открыла, тех поздравила и так далее. А вы-то чем занимаетесь? Вот зайдешь на сайт городской думы, и вообще непонятно, чем депутаты занимаются. Конечно, депутаты достаточно большую работу ведут, потому что... Почему она не освещается на сайте? Почему она не освещается? Другой образом. Во-первых, это, я считаю, недоработка самих депутатов, которые не настаивают и не работают. В этом направлении надо, конечно, этим заниматься. Раз мы публичные люди, то мы должны доносить все, что делается. Из чего мы не можем сделать, об этом тоже надо говорить. Вас туда пускают вообще на этот сайт с вашими новостями? Нет, я никогда, никто не препятствовал. Я просто сам никогда не проявлял инициативы. Но вы-то время от времени там появляетесь. Не появляюсь, да. Хотя вот я... Что за привилегия такая? Остальных депутатов там... Вы, да еще Денис Ерохин иногда прокидывается. Ну, он достаточно активный депутат, Денис, он... А остальных вообще не видно? Ну, они не проявляют той публичной активности, которую надо бы проявлять депутатам. Почему? Неужели нет обязанности у депутатов публичить свою работу? Нет, конечно, есть. Конечно, это обязанность депутатов. Но разве инструмент, сайт городской думы, это не основной инструмент, по которому вы хотя бы должны о своей работе говорить? Есть партийные сайты еще у некоторых депутатов. Ну, партийный бог с ними. Ну, вот городская дума. Конечно, надо работать. И поэтому мы в свое время ставили вопрос об информационной работе нашей думы. Мы знаем, какие там огрехи есть в самом сайте. Но даже на модернизацию сайта, к сожалению, не нашлись деньги в администрации. Да бог с ним, с модернизацией, Юрий Львович. Но одна новостная лента, состоящая сплошь из деятельности главы думы и депутатов, нет. Это странно, нет? У себя на комиссии этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. У вас же есть там пресс-служба. Да, есть. Если некоторые депутаты не могут сформировать новость, ну как-то... Но они должны над этим вопросом работать, конечно. Согласен с вами. Так вот все-таки непонятно, почему так происходит. Должны, нужно, поднимали вопрос. Я думаю, что в изолении нас, депутатов. В первую очередь. А второе, это парад, который не прилагает усилий в этом вопросе. Ну, аппарат ему что сказано, он то и делает. Конечно. Ну, значит, не направили аппарат в нужную сторону. Кто не направил? Депутаты, конечно. Кто еще может направлять? Депутатов все устраивает в этом отношении, что ли? Ну, некоторых, наверное, устраивает. Сколько у нас депутатов в городской думе? Живых 35. 35 живых депутатов? Работающих. Потому что у нас есть депутат, который давно в регионе отсутствует. Я думаю, что на следующий год уже выборы на эту должность как-то произойдут. А 35 работающих депутатов. А то ощущение, что только одна миллион восьмая работают. Ну, если бы обращали у нас на думе-то выступающих депутатов, ну, человек 5-6. Остальные все думают и решают свои задачи. Так, тогда поговорим про довыборы в Кировскую городскую думу. Уже объявлены кандидаты, которые вступили уже в борьбу за эти места. Среди них есть, естественно, представители абсолютно всех партий. Есть представители Единой России. Это руководители двух МУПов городских. Это вызывает, кстати, очень много вопросов. В том числе у экспертов, которые здесь находятся. Вот задайте, у вас какие вопросы возникают насчет вот этих двух кандидатов, руководителей МУПов? Ну, я думаю, что это не самый верный выбор, который сделала партия в этом вопросе. Почему? Ну, потому что люди, которые должны проверять работу МУПов, тех же МУПов, работу администрации. Потому что у депутатов одна из функций большая. Это контрольная функция все же. Да. Потому что законотворческая функция у местных муниципальных депутатов, она не так велика. В отличие от даже областных депутатов. То остальное, это в основном контрольные функции и работа с избирателями. Поэтому руководителю МУПа, я считаю, что не совсем правильно быть еще и депутатом. Сам себя проверять будет? Это нелогично, наверное. Почему так решила партия, я, к сожалению, не знаю. Я ответить на этот вопрос вам не смогу. Или не хотите? Нет, я не интересовался просто этим вопросом, честно вам скажу. А вы смотрите на выборы в Московскую городскую думу? Какая там острая идет борьба политическая. Там ни один кандидат от «Единой России» не пошел. Все самые выдвиженцы «Единороссы» пошли. У нас депутаты от «Единой России», наверное, себя чувствуют лучше. Закончились депутаты от «Единой России». Лучше себя чувствуют, чем в Москве. Но это очень странное выдвижение, согласитесь. Для меня это странное. Очевидно, проигрышное. Ну, вы же помните, что у Ишутина, если не ошибаюсь, руководитель Горсетей, он же делал попытку в предыдущий сезон предвыборный поход. Ну, решил, наверное, продолжить. Понравилось, наверное, ему заниматься предвыборной агитацией и дальше работать депутатом, наверное, очень нравится. Вот он, наверное, решил себя попробовать. Лучше, чем фонари менять в городе. Если человек будет избран депутатом, должен ли он покинуть свою должность в МУПе? По регламенту нет. Не должен. То есть он может, в принципе, пройти и потом сам себя контролировать как депутат. Ну, у нас же есть, эта практика в партии уже не первая. У нас же был руководитель МУП «Водоканал» в Думе. Ну, он, правда, потом куда-то исчез. У нас есть такая практика. То есть они могут. Как вы оцениваете других кандидатов, которые заявились? Эксперты говорят, что кандидаты от «Справедливой России» вполне крепкие позиции имеют. Там у нас представлен молочный комбинат, Кировский молочный комбинат. Оттоптанный округ, но это не факт, что... И бывший депутат городской думы. Фамилия, к сожалению, забыла. Да, я сейчас тоже поищу. Ну, да, у этого депутата, имеющего большой практический опыт, он достаточно... К сожалению, фамилия тоже выскочила с головы. У него даже... Он публичный человек был в свое время. Он очень активно выступал на Думе. Ну, и работал как депутат. У него, я считаю, что очень высокие шансы. У справедливого Росова. А вот у конкретного... Не названного нами депутата. Сейчас поищем его фамилию. У меня тоже выскочила на Б фамилия у него. Бекалюк. Бекалюк. Да, совершенно верно. Но он бывший депутат. У него есть шанс. У Сураевой тоже есть шансы, вы считаете. Ну, очень относительно имеет. А что касается таких ярких представителей и старой гвардии, как господин Турула? Ну, он имеет шансы, конечно. Да, и у нас есть еще Федор Лугинин, молодой политик, достаточно успешно работающих в муниципалитетах. Я скажу, что немалые шансы. То есть борьба будет, вы считаете? Или договорятся? Нет. Понятаете, здесь очень специфические выборы. Вот до выборы, будем говорить. Я вот костерно принимал участие в предыдущем, в прошлом году, выборной кампании. И видел, что надо привести только своего избирателя за руку к урнам. Другие способы ранее проводимых предвыборных дел, они в случае вот этих сентябрьских выборов не работают. Потому что большинство населения вообще не знает о выборах. Выборы уже в таком виде очень многим не нравятся. И ты можешь привести только своего избирателя. И тут уже кто во что гораст. И притом это уже на самом деле ты можешь привести 500 и чуть-чуть более человек, и ты будешь победителем. А что нам показали прошлые выборы, в общем-то, в городскую дуну, прошедшие. И здесь будет то же самое. Я думаю, ну, а ничем не будет. А как можно завлечь и за руку привести избирателя? А надо ходить во дворы, разговаривать. Вот я в свой предвыборный период провел, наверное, 113 или 114 встреч. На улице выходные, вводные дни. Прямо обход по дворовой? Ну, практически, да. Там несколько дворов собирал. Притом, вы знаете, приходили. Вот на встречах было, ну, меньше 15 не было человек, а были отдельные встречи за 70 и более человек. Только личные встречи. А как, вы думаете, будут использоваться финансовые инструменты различные? Ну, сейчас уже на это не идут. Я думаю, что эта практика уже умерла все же. Ну, по крайней мере, в нашем регионе это уже не прокатывает. То есть только от личных встреч и общения будет зависеть от того, кто пройдет на выбор в городскую думу. Прервемся на полторы минуты. По-другому никак. И продолжим особое мнение с Юрием Шлемензоном. И будут побеждать популисты только. Возвращаемся в студию. И будут побеждать популисты, сказал Юрий Шлемензон. Это его особое мнение. Мы сегодня слушаем. У микрофона работает Светлана Занькова. Мы говорили о довыборах в Кировскую городскую думу. А когда вы говорите про то, что будут побеждать популисты, что вы имеете в виду? Что те люди, которые могут убедить своего избирателя, что они нужны им. Вот. То есть у популиста абсолютно не обязательно негативные коннотации. Это люди, которые умеют говорить о тех вещах, которые на данный момент являются ближайшими точками. Они должны слышать своего избирателя, в первую очередь. И давать то, что хотят услышать. И что хотят услышать. Да. Вот, кстати говоря, что касается... Ну, это общая практика. Сейчас везде побеждают популисты, не только в Российской Федерации, и на европейских выборах разных уровней. И партии такие популистские побеждают. И американских, конечно. Это понятно. Ну, да. Я хуже знаю выборы американских. Вот европейские я в свой период изучал, поэтому имею понимание. Ну, хорошо говорят из представленных нами как раз людей. Это и Бекалюк, и Лугинин, и Турол. Они говорят прекрасно. Остальных не очень знаю. И здесь и не бывало практически в наших эфирах. Посмотрим, как пройдет эта выборная кампания. На встречах с населением, которые я видел, тоже там смутно это все смотрелось. Сложности. Понятно. Но зато... Надо практику иметь. Ничего с кадачка не решается. Конечно. Это большая, серьезная работа. Мы тоже всегда говорим депутатам. Это большая, серьезная работа. Не надо бояться эфира. Поэтому надо учиться и ходить. Приходите, говорите. Мы только за, чтобы в нашей студии побывало как можно больше депутатов, которые могут говорить. Но все никак не можем расстаться. Мы, конечно, с городской думой. Она ярко себя проявила на прошлой неделе. Депутат Кировской городской думы Павел Валенчук засветился во многих федеральных СМИ со своей историей про оскорбление власти. Написал заявление в ОМВД Павел Валенчук. Он обратился в полицию из-за поста в паблике «Борщ» и понеслось. Распространилась эта информация и дошла до прекрасной Ксении Собчак, которая прокомментировала эту историю. Ты до Федотова дошла. До Федотов написал. По сравнению с Федотовом. Да, Федотов написал, прокомментировала. Большой материал сделала «Медуза». Назвали самым красивым депутатом Кировской городской думы. Что это, с вашей точки зрения, для депутата Павла Валенчука? Это такой бесплатный, яркий пиар. А теперь о нем знают все практически. Потому что очень много заходов сейчас, кстати говоря, на его ролики в Ютубе, на его интервью разного рода. Неважно, какие комментарии. Комментарии всякие, ссылочки. Кто-то говорит, молодец чувак. Кто-то говорит, ну что это такое. Для вас эта история про что? Ну, когда это возникло, Павел со мной разговаривал на эту тему. Когда пошла вся расключение? Нет, еще ничего не пошло. А, еще только первый пост был. Да. Вот первый пост. Вы посмотрели, говорю, Паш, закрой, забудь. И не надо на это внимание обращать. И Борщ приглашал записываться на брови и ногти к Павлу Валенчуку. Ну, чего тут страшного нет? Говорю, забудь и закрой. Не надо вообще на это обращать внимание. Ну, Павел как-то почувствовал себя уже не этим выражением, а когда в комментариях негативные приятные слова. И в адресе говорят, да, это неприятно. Вот, я понимаю, что молодой парень... Он отреагировал на комментарии. На комментарии, конечно. И заявление его было на комментарии, а не на то, что было опубликовано в паблике. Потому что вот я слышу в разных СМИ звучит, что он на паблик отреагировал. Это совершенно неверно. Это была реакция на один из комментариев в его адрес. Это он, как я понимаю, совсем знакомый даже человек. Или известного ему человека. На известного ему человека. Да. Да. Потому что вот мы, когда начинаем в СМИ обсуждать действия закона, нападки на оскорбление власти, в законе очень четко сказано, кого этот закон касается. Он касается очень узкого круга лиц. Это наш президент, правительство и нескольких еще парламента и судей. Это федерального уровня. Да, только федерального уровня. Это не касается ни губернаторов, ни депутатов муниципальных любого уровня. Чего же он? Или его помощники, или кто там решил? Это заявление, которое он сделал, касается именно той части, о которой я говорил, о поведении и комментариях человека, которые ему принялись приятно. У вас уже все перевернуло, что у него было заявление о оскорблении. На самом деле этого не было? Нет, конечно. Не было. Он попросил что, убрать комментарии из сети или что сделать? Просто никто не видел в печатном виде этой заявлении. Нет, он привлечет к ответственности этого человека, который им приятно бы высказался. А откуда взялось тогда, что он написал заявление в МВД по статье об оскорблении? Я его лично не читал, это заявление. То есть вы тоже не знаете? Нет, к сожалению, я его не видел. Ну, там звучало, что, наверное, об оскорблении его как лица, наделенного определенными полномочиями, может, и звучало. Но на самом деле это касалось вот именно вот мало вот этого написания в его адрес там. Как вся эта история скажется, на ваш взгляд, или сейчас уже сказалась на деятельности и на имидже Павла Влинчика? Ну, я думаю, что большого влияния вся эта кампания не окажет. Да, он стал более известным. Но он достаточно открытый и хорошо работающий на своем округе, на самом деле, депутат. Он много там бывает, работает в своем округе. Я думаю, что его избиратели не отреагируют на все эти обсуждения, которые звучат в печатных, ну, не в печатных, а в электронных сферах. А была версия, что на Гренландию приедет больше народа, чтобы посмотреть на новую звезду? Может быть, не исключаю. Никак не повредит, вы считаете? Нет, я думаю, что не повредит. А может, даже и поможет? Может, даже и поможет достаточно молодой человек, у него все впереди, активный он. А все-таки отреагировал, на комментарии отреагировал. Ну да, это возраст и еще более. Понятно. Продолжаем особое мнение с Юрием Шлеминзоном. Остается у нас 7 минут до завершения нашей программы. Есть несколько очень важных вопросов, которые я хочу предложить к обсуждению. Нам нужно будет выбрать. Во-первых, вышли свежие данные Кировстата, которые нам говорят, что горожане, кировчане стали меньше пользоваться общественным транспортом. Падение идет, спрос на общественный транспорт. На мой взгляд, это очень тревожная история. Не знаю, насколько тревожна она была. Наверное, если горожан меньше стало, чем было. Личного транспорта в городе стало больше, говорит Кировстат. Это основная причина. Это значит, что сокращается потребление городского транспорта общественного, а машин стало больше. И дальше все соответствующие выводы, Юрий Львович. И трафик, и стресс, и экология. Потому что качество общественного транспорта, в моем понимании, очень удовлетворяет гражданам. Я сам ставил, и депутаты ставили вопрос о том, что при заключении нового контракта на обслуживание населения, надо учесть параметры, о которых неоднократно высказываются депутаты. Это состояние самого транспортного средства. А у нас износ 92-93% автобусов. 99% троллейбусов. Это не всех на самом деле, это больше касается частных компаний. Это официальные данные. В среднем по больнице, как обычно, у нас делается. То есть у нас же есть муниципальные предприятия, которые... Что значит, в среднем по больнице? Берется весь транспорт. Нам не важно, чье это предприятие. Весь транспорт общественный в Кирове. Я говорю, что транспорт находится, в моем понимании, в безобразном состоянии, что и влияет как на комфортность самого поездки, но и внешне, вот когда по городу ездят эти рыжие дымящие автобусы, это безобразие. Поэтому мы уже ставили вопрос, Илья Вячеславович нас услышал. И депутаты, я надеюсь, все же примут участие в рабочих комиссиях по написанию технического задания для торгов, которые будут по обслуживанию проходить. Скоро год пройдет. Да. С того времени, как нам обещали новые автобусы. Ну, я думаю, что вот торги, они у нас в декабре будут, если я не ошибаюсь. Поэтому к этому времени тот, кто не сможет выполнить условия технического задания, он не сможет принять участие в этих торгах. Юрий Львович, что такого сложного в написании тех заданий на общественный транспорт, на автобусы? Значит, в техническом задании может быть указан возраст транспорта. И что? Это сложно разве указать? Нет, не сложно. Я не могу понять, почему у нас до сих пор нет новых автобусов. Вот Денис Ерохин, ваш коллега, он нам рассказал в эфире, что новые автобусы... К сожалению, вот мы на этом настаиваем. Да, вы смотрите, Денис Ерохин сказал, что новые автобусы, скорее всего, появятся в Кирове только после создания областного предприятия, которое сосредоточит в своих руках все маршруты. Я слышал про такую версию, но я не думаю, что... Про тех заданий здесь вообще не вопрос. Написать тех заданий, это можно, мне кажется, за день. Но его же не писали в той редакции, которую мы желаем его увидеть. Так все-таки вопрос тех заданий, которые можно написать за день, за неделю, или в том, что никак не могут создать областное предприятие. Во-первых, маршруты продаются на пять лет. И до этого никто ничего не может поменять. Только вот со следующего периода можно определенные условия тем, кто будет выполнять государственный заказ. Сделать. Вот в этом идет и речь. Нет, Юрий Львович, в прошлом сентябре собирались уже закупить, прошел почти год. Чего, за год техническое задание невозможно составить? Это одно к другому никакого отношения, Светлана, не имеет. Поясните. Поясняю. Действующее... Нас интересует, Юрий Львович, только одно. Когда будут новые автобусы? Это решит только вот до 1 января 2019 года. 20-го. Да, 20-го, извиняюсь. Может решать, будут новые автобусы или не будут, только само предприятие. Которое сейчас имеет контракт. Да, совершенно верно, да. А вот позже речь может идти только принимать участие могут те, у кого эта техника будет, если ее нет. У нас же может описать город, может описать автобусы марки Вольво только могут принять, или марки Мерседес, или Шкода принять участие в конкурсе. Только тот, кто выполнит это задание, тот и будет... Юрий Львович, одна минута у нас остается. Смотрите, какая история. Так все-таки мы понимаем сроки, в какие сроки будут написаны техзадания, и в какие сроки будут установлены требования к технике. Техзадания будут обязательно написаны до торгов. А торги в декабре? Да. И это будет еще под ту схему, которую мы все ждем. Транспортная... Рязанская схема, которая никак у нас не будет принята. Да, которая не появляется. Вы верите в то, что в следующем году в Кирове будет новый автобус? Я думаю, все же будут, да. И это будут автобусы АТП или частников? А мне все равно, какие они будут, АТП или частников. Мне главное, чтобы они были новые, чистые, без выхлопов и работали по графику. Все. Точка. Юрий Шлемензон, его особое мнение мы сегодня слушали. Спасибо всем и хорошего дня. Особое мнение на 101FM